Вот эти стены были покрашены в ужасный синий цвет. Старая вот эта краска еще санкт-петербургская, которая не блеска, такая, понимаете, грязная была. Мы вообще лица картоном обклеили обоями. Предприниматель Татьяна Петухова еще в 97-м году взяла в аренду помещение, вложив немало труда, средства времени на капитальный ремонт, организовала общественную столовую. Когда мы обращаемся за помощью к Татьяне Викторовне, она ни разу нам еще не отказала. То есть человек приходит, он и голоден, и холоден. Мы находим ему одежду, которая здесь у нас есть, и ведем его к предпринимателю Петуховой. У нас есть еще такая счастливая традиция. Мы посещаем пансионат ветеранов и инвалидов. Естественно, обращаемся к нашим меценатам. Среди них как раз вот и выступает Петухова Татьяна Викторовна. Мало-помалу развивая предприятие, увеличивая рабочие места, Татьяна Петухова старалась создавать хорошие условия для клиентов. Завистников хватало всегда. Глядя на прибыльное предприятие, оно вызывало интерес у начальства. Ну, по приходу руководителя здесь вот этого здания, пятый уже меняется, и каждый старается владеть вот этим помещением. С каждым приходится бороться. С приходом нового руководителя Татьяну Петухову сначала попросили освободить занимаемую площадь под торговлей хлебоплощными изделиями, а позже и вовсе попросили убраться с помещения. Такова была железная позиция Марины Сергеенко. Вот мне никак на телевидении нельзя сверкать, вот честное слово. В феврале 2012 года вынесен приговор бывшему начальнику отдела вневедомственной охраны при ОВД по городу Черногорску Марине Сергеенко. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением до суда следователям дотянуть не удалось. Куда и на что смотрел действующий главовости Абаканского района Виктор Репчевский? Почему человек с такой репутацией получил должность руководителя муниципального унитарного предприятия? Может потому, что Виктор Репчевский сам когда-то ранее работал во вневедомственной охране при МВД? Как будто ни было, но желание управлять у Марины Сергеенко настолько велико, что несмотря на заключенный договор с прежним руководителем, без объяснения причины решила выгнать коллектив предприятия под самый Новый год. На сегодня конфликт возник из-за того, что очень много жалоб на питание. Во-вторых, мне сегодня нужно выживать. В-третьих, я могу сегодня сама осуществлять кормежку своими, тем самым зарабатывать, потому что я нахожусь сегодня на хозорасчете. Мы пролистали всю жалобную книгу, кроме положительных отзывов, ничего не нашли. Ездим каждый, готовят замечательно, обслуживание тоже на высшем уровне. Если по пути-то заезжают, то в больницу, то в пенсионную, то везде. Вот и заезжают сюда всегда, всегда ем блины, как люди. У нас здесь работают 14 человек. У каждого имеется семья, муж, мужья, дети, внуки. Сколько близится Новый год? А так как нас выгоняют, мы не знаем, что нам делать. Мы остаемся без средств существования. Где-то уже года полтора. Ребенка родила, вышла с декрета и работают здесь. И вот сейчас получилось так, что наше предприятие закрывает. Я вот с ребенком остаюсь на улице без работы. И идти некуда. Предприятие очень хорошее, зарплата хорошая. Начальник добрый, вежливый. Ну, помогает у нас ребенку, так как я одна. И вот сейчас, перед Новым годом, нас выгоняют на улицу, можно сказать. Что идти вообще некуда. Остаться без зарплаты, без работы с ребенком, это вообще нереально. Это плохо очень. Когда случаются трагедии, предприниматели одними из первых прибывают на помощь пострадавшим. Тем самым снимают социальную напряженность. А власти в ответ ковар. Видимо, подарком в Новый год выкидывают их, как щенков, на улице. Вопрос решен уже на уровне. Ни одно совещание состояло с угловой Усть-Абаканского района. Согласовано с комитетом по имуществу, с юристами и со всеми. То, просто. То, просто.